Бог благ! Амэн! Сегодня я хочу говорить об одном прекрасном, хорошем, помазанном, об Иисусе Христе. Амэн! Садитесь, пожалуйста, пусть суета не будет, пожалуйста, прошу вас. Вот знаете, мы читаем Библию, получаем откровение, слава Иисусу Христу, но приходит, когда вот приходит момент поближе Нового года, обязательно читаем о рождении Иисуса Христа. Это обязательно. Я не знаю, почему, конечно, и Бог побуждает. И мы, знаете, вот так, как приходит момент, и давай еще раз читаю о рождении Иисуса Христа, как Он родился, как это было. Вот так и сейчас, сегодня мы будем говорить о рождении Иисуса Христа, о Его славном, чудесном помазании в деле, чтобы знать, почему, вообще, почему и Господь, почему отправил Иисуса Христа на мир, на этот мир. Амэн! Аллилуйя! Итак, пророчество Иисая, вот, 9 глава, Иисай говорит такие интересные, интересное пророчество. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Смотрите, как интересно, до того, как родился по плоти наш Господь Иисус Христос, Иисай уже говорит, вот, знаете, четко, так говорит, он так пророчествует, как будто вот так, он уже родился, вот так. Ибо младенец родился нам, посмотрите, он говорит, знаете, зная в духе, что он есть уже, аллилуйя, сын дан нам, аллилуйя. Итак, посмотрите, ибо младенец родился сын дан нам, говорит о рождении Спасителя, он говорит, это явно о рождении Спасителя. Исай 7, 14, Слово Божие говорит. Итак, сам Господь даст вам знамение, все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит Бог с нами. Вот интересно, да, я читаю вот в Новом Завете, сказали Иисус, Иисус из Назарета, помазанник, царь, но никто не сказал ему, интересно, да, Эммануил, благослови тебе Господь, да, но это обозначает, это знамение для каждого из нас, что Бог с нами. Иисус Христос сегодня, каждого из нас, не имеет значения, мы настроение не имеем, не имеем, хороший день, плохой день, дождь есть, буря есть, нету, но Иисус Христос, Эммануил, Бог с нами, каждый Божий день. Амман, аллилуйя. Да, Он так пророчествовал, понимаете, и потом, когда я начала, знаете, вникать в Его имя, что значит, почему это так, и открылось очень многое. И знаете, вот, как год имеет 4 сезона, да, в жизни, и 12 месяцев, так и наша жизнь, и по-разному бывает, и по-разному Бог проявляет Себе нам. Аллилуйя. Итак, посмотрите, Исаик говорит, ибо младенец родился нам, сын дан нам о рождении Спасителя. Иоанн 3, 16. Слово Божие говорит, ибо так возлюбил Бог мир, то есть мир имеет в виду нам, имеет в виду людей. Он не имеет в виду богатства, хороших одежды, он не имеет в виду, знаете, хорошее здание. Это не это имело в виду. Ибо так Господь возлюбил тебе и мне мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы верующие в Иисуса Христа никто не погиб, но имели жизнь вечную. Вот посмотрите, почему, вот знаете, вот так вот, ибо младенец родился, сын дан нам, это сын дан нам для спасения. Не просто, знаете, чтобы, вот очередной раз пророчество, нет, это было совершенно по-другому. Спаситель родился. Амэн. Аллилуйя. Владычество на раменах Его. Вот интересно, да? Что такое владычество? Говорит о Божьем власти, что Бог, Иисус, имеет власть в нашей жизни. И знаете, что интересно? Он дает свою власть нам. Он говорит, как двигаться со властью. Вот это очень интересно. Владычество на раменах Его. Давайте открываем Луки, 10 глава, 18-19. Аллилуйя. 10 глава. Открыли, да? Он же сказал, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию. И ничто не повредит вам. Знаете, у него есть владычество, у него есть власть. И он наделил эту власть церковью. Он говорит, все даю я вам власть, чтобы вы наступали на змей, на скорпионов. То есть, то атаки сатанистские, дьяволские, то препятство, которое будет в твоей и моей жизни, у нас есть власть. Он говорит, владычество на раменах Его. И этот власть, Иисус Христос в Новом Завете, он сказал, я даю вам власть. И имейте, каждый из вас имейте власть от Спасителя, от Господа нашего Иисуса Христа. Амин. Почему у кого-то действует, а у меня нет? Или у меня да, а у тебя нет, потому что кто-то двигается с этой властью. И власть, оно действует. Невозможно, что Иисус дает что-то, и это не действовало нашей жизни. Поэтому мы должны двигаться, зная, что Он владыка, владычество в Нем. У Него есть власть. Это, знаете, такие важные моменты нашей жизни, чтобы мы знали об этом. Чтобы, когда ты будешь стоять на молитве, или, знаете, будешь на духовном броне, чтобы, знаешь, сказал мой владыка, Он имеет владычество, на раменах Его владычество. Сила есть, и Он наделил эту силу церковью, чтобы мы знали, что наша вера, в нашем вере Дух Святой действовал, знаете, как говорит Слово Божие. И через тебя, и через меня. Амин. Очень часто мы молимся и говорим, Господь, разрушь это, это, это. Господь тебе дал этот власть. Бог тебе дал власть, церковь. Тебе, знаете, что нужно? Я разрушаю это. Это препятствие, это стена во имя Иисуса Христа. Именем Господа Иисуса Христа, потому что мой царь, Он владыка. На раменах Его владычество, сила есть, благословение есть, помазание есть. И это Он дал мне, и я это имею. Церковь, вы это имеете. Амин. Аллилуйя. Иногда говорим, находим человека, людей, чтобы молились за нас, чтобы разрушили. Ты можешь это делать. Ты можешь это делать. Я могу это делать. Мы можем делать, потому что наш царь, Он владыка. Амин. Владычество имеет, имеет сила. Аллилуйя. Итак, владычество говорит о власти и силе, чтобы мы знали, почему мы постоянно говорим этот стих. Знаете, оно очень прекрасное пророчество, но мы должны знать, что в этом есть. Какое божественное благословение и откровение есть для меня. Скажи, для меня. Это не общее, это для тебя. Амин. Аллилуйя. И далее. Иоанн 1, 12. Он дал нам еще власть один, хороший. Быть чадами Божьими. Почему? Потому что мы приняли Его Сына, мы приняли Иисуса Христа. Слово Божье говорит о тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Даже если ты сейчас упал, даже если ты находишься в плохом состоянии, в долгах и так далее, непонятном состоянии, даже если у тебя радости нету, у тебя нету хороших ожиданий. Даже, даже если, но ты имеешь власть по-прежнему, как Он дал тебе называться чадами Божьей, Дочь Божьей, Сын Божий. Так и сия минуту ты не пристаешь быть Его Сыном. Аминь? Чтобы мы знали об этом, чтобы Сатана не мог, знаете, вот обмануть нас. Очень многое в нашей жизни бывает, но мы по-прежнему можем говорить, не то, что можем говорить, это так, и я Дочь Божий, я Сын Божий. Бог дал власть мне, лично Он дал власть тебе и мне быть чадами Божьими. Если ты рожден от Духа, у тебя эта власть действует. Не то, что у тебя есть просто, чтобы ты знал, как знание. У тебя эта власть, как Дитя Божий, действует это. И духовный мир знает, что ты Дитя Божий, и ты имеешь власть называться чадами Божьими от Господа Иисуса Христа. Аминь? Правильно, да? Ты можешь стоять в молитве и сказать, я Твой Сын Господь, я Дочь Твой Господь. И это приятно Богу. И это, знаете, вот так, ты высвобождаешь свою веру. Ты хочешь говорить, что да, то, что Ты дал меня, я верю этому, я говорю этому. Не просто провозглашаю для того, чтобы провозглашать. Я говорю, потому что это так есть, потому что это во мне живет, потому что я новое творение, потому что я Твоя Дочь, потому что я Твой Сын, я Твой. Даже если, Господь, я день, даже очень много раз буду ошибаться, все равно я Твой. Аминь? Аллилуйя. Знаете, Его утешение каждый день есть с нами. Он утешает нас. Он утешает полностью. Бывает, да, момент, что ты знаешь вот так, ну, непонятные моменты ты проходишь, испытание, искушение, не знаешь, как, видите, но сердцем ты видишь утешение. Сердцем ты видишь мир дает, это Господь дает, это Господь для помощи тебе дает. Это этот момент, Господь работает с тобою, поэтому ты чадо Божие, очень многое преумущество духовное у тебя есть, что ты являешься Божьим Сыном, Божьей Дочерью. Аминь? Аллилуйя. И далее Слово Божье говорит, Исаий говорит, чудный, советник. Я смотрю, я говорю, Господь, чудный, нигде, вот Иисусу не говорили чудный, но книга Судей, 13-18. Помните, это такой момент было, это было связано с рождением Самсона. Когда ангел пришел, им оно спрашивает, как твое имя? Они знали, что это ангел, ангел Господень. И он говорит, и ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Вот знаете, вот это духовно, один из имен, божественных имен, чудно Иисуса Христа. И здесь этот ангел проявляется под этой имени чудно, просто не говорит Гаврил, не говорит ничего, Михаил ничего, говорит чудно. Все, и здесь Исаий говорит, чудный советник. Аллилуйя. На самом деле он чудный, он может в любой момент, вот как этот ангел, прийти в твою жизнь, как чудный. И то, что нужно в твоей жизни делать, он может делать. И даже он может прийти и не сказать его имя, просто ты будешь знать, что это Бог, это чудный, это тот Иисус Христос, который посетил на самом деле тебе с первого вечного дня до твоей вечности. Аминь. Аллилуйя. Советник. Аллилуйя. Советник. Это, знаете, наделен божественной мудростью. У него есть мудрость. У Иисуса Христа есть мудрость. Он мудрый Бог. Да, иногда мы говорим, Господь, дай нам мудрости. Дай нам мудрости. У меня мудрости не хватает здесь. Я не знаю, что делать. Я очень часто слышали в нашем доме, когда я говорю, у меня мудрости здесь не хватает. Я не знаю, как поступать. Как делать. Или пастор говорит, у меня мудрости здесь не хватает. Я говорю, давай попросим у Бога. Он мудрый, он советник. Любой, да, было такие моменты, когда, знаете, вот так, вот Господь, дай мне совет. Совет дай, что мне делать. Дай мне мудрости. Что мне делать. Потому что очень часто мы не знаем, как делать вообще, как поступать. И книга Откровения 3, 18, Слово Божие говорит. Давайте откроем. Советую тебе, сам Господь говорит. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видно было срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Посмотрите, совет дает. Столько вот, знаете, вот так, если взять, да, очень много там обличения, да, но он дает правильный совет. Советую тебе. Очень часто мы нуждаемся Божьего совета. Потому что Исай говорит, что он советник. Он лично наш ходатай и советник нашей жизни. Знаете, вот очень часто не действуют эти моменты. Почему? Потому что мы не просим. Вы со мной? Потому что мы не просим. Мы думаем, мы мудрые. У нас все получится. У нас опыт есть. Прошлый раз так я сделала. И этот раз так я делаю. И делаешь, смотришь, не действует это. Прошлый раз – это прошлый раз. У Бога постоянно есть советы нашей жизни. И оно разное. То же самое с ситуацией, возможно, в твоей жизни. Но они разные советы он может дать тебе. Потому что он знает сезоны твоей жизни. Аминь. Аллилуйя. Пусть Бог благословит нас, что мы, знаете, такие моменты сказали. Ведь он живой Бог. Аминь. Мы имеем дело с живым Богом. С Богом, который имеет уши. Богом, который имеет язык. Глаза видит, слышит, разговаривает. Поэтому мы должны, знаете, говорить об этом. Не упустить наш шанс на этой земле. То, что столько много богатства Господь дал в наши руки. Это же богатство. Что ты можешь пойти к Богу и сказать, Отец, я прошу тебя совета. Покажи мне. Укажи мне путь, по которому мне идти. Я не знаю, Господь. Мои глаза сейчас это не видят. Никогда не стыдно пойти к Богу и говорить такие моменты. И Бог поможет, потому что Он наш советник. Он будет дать советы. Я не знаю, через слово, через людей, через обстоятельства, через различных моментов, но знаю, что Он даст советы для тебя и для меня. И Исаи говорит, что советник. Аллилуйя. Бог крепкий. Слава Иисусу Христу. Он крепкий Бог. Амин. Он может укреплять нас. Когда тебе нет силы, да, очень много раз люди, ну, и даже я говорю, я так устала. Я так устала от этого, от этого, от этого. Даже домашняя работа, домашние дела, человек может уставать. Но Он укрепляет. Давайте открываем Исай, 40 глава, 29. Это один из золотых мест в моей жизни, вот этот стих. Он дает утомленному силу. Смотрите, Он дает силу. Даже если ты, знаешь, вот так устала от работы даже, и это будет дать силу тебе, утомленному силу. Бывает момент, что ты говоришь, не могу ни молиться, ни читать, ну, как будто сильнее тут духовный. Но Он дает силу. Когда ты идешь, ты говоришь, дай мне сила, Господь. Я прошу, что ты, Господь, обновил во мне духовная, физическая, душевная сила. Дай мне эту силу, Господь. Он обновляет. Иначе Он не писал бы здесь вот так. Он дает утомленному силу, изнамогающему, дарует крепость. Посмотрите, Бог крепкий. Аллилуйя. Он дарует нам крепость. И утомляются, и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновляться в силе. Аминь. Те люди, которые надеются на Господа. Хотя ты знаешь твое обстоятельство, ты знаешь твое одиночество. Я не знаю, что ты знаешь, что ты видишь. Но, говорит, а надеющиеся на Господа обновляться в силе. То есть, Господь обновляет твою силу. Что это значит? Дает новое. Аминь. И ты говоришь, слушай, так хорошо чувствуешь. И внутри молитвы идет. И такой желание сильный есть. Знаете, есть жажда читать Библию. Почему? Силу дает. Обновляет тебе в силе. Тебе нужно знать. Это все вопрос нашей веры. И вопрос нашей христианской жизни. Вот эти имена, то, что есть Исаий говорит, это наша жизнь. Его имя, его многогранные имена в наше сердце, в нашей жизни. Оно работает, оно действует, оно приносит плоды нашей жизни. Аминь. Аллилуйя. А надеющиеся на Господа обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы. Смотрите, Господь новый уровень тебе даст. Ты будешь подниматься. Не то, что у тебя сила будет и все. Ты будешь подниматься на новом уровне. Аллилуйя. Ты не будешь смотреть на твой возраст. На пенсию. Аллилуйя. На всякое. Дома. Усталость. Получается, не получается. Господь тебе будет обновить, тебе будет поднимать. Будет поднимать твои крылья. Не руки, а крылья. Подобие, как орлу. Если вы будете видеть жизнь орла, очень много, я вам честно говорю, Господь будет открыть вам. Очень много. Это такой вот интересный вот этот орел. Очень много. Непроста, знаете, вот даже имя вот животные здесь. Нет. Непроста, Господь. Знаете, вот так есть что-то. От них научиться, получить откровение. Смотреть их жизни. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Смотри. Это внутреннее духовное состояние. Господь будет поднимать это. Я не говорю о религиозном состоянии. Слушайте мне внимательно. Что тебе знаешь, вот так ты все полумертвый. Ты уже не знаешь. Нет. Если у тебя правильное водительство Духа Святого, и сила Духа тебе будет постоянно обновить. Аллилуйя. Я очень люблю, когда я стою на молитве. Знаете, иногда думаю я вот так. Такое ощущение. Это я. Я не говорю, что вы так. Знаете, вот каждый. Как будто я на высоте горы нахожусь. Иногда не чувствую мои ноги. Я говорю, Господи, воистину ты на этом месте. Аллилуйя. Знаете, он обновляет нас силою каждый день. Каждый раз, когда тебе хочется. Каждый раз, когда ты нуждаешься в этом. Каждый раз знаешь, когда знаешь, даже бывает момент, что я говорю, моя внутренняя состояния мне не нравится. Тебе нужно новое. Все уже. Ты идешь к Господу, и Он обновляет. И Он дает тебе силы. И поднимает твои крылья. И ты поднимаешься верою. И ты идешь, идешь, и идешь. Аминь. Аллилуйя. Отец Вечности. И вот я хочу сказать, что Он укрепляет тебе в любом твоем жизненном ситуации. Иногда мы хотим даже, знаете, мы не хотим даже говорить. Об этом не хотим говорить. Очень многие что-то похоронили, устали, потому что... Он готов помочь тебе в любом твоем жизненной ситуации. Любой. Аминь. Аллилуйя. Отец Вечности. Он Вечный Отец. Исаик говорит, Отец Вечный. Бог крепкий. Мы читали, что, да, это говорит о Его могуществе. Отец Вечности. Он Вечный Отец. Посмотрите. Иногда говорят, а где написано, что Иисус Бог? Вот вы можете вот это место... Вот. Посмотри. О ком говорит? Исаик, о ком говорит? Об Иисусе Христе. О Спасителе. И говорит он, Отец Вечности. Князь мира. Он. Аллилуйя. Нам нечего стыдиться. Наоборот, мы вот такими, знаете, вот так, поднятыми головами будем говорить, что Он не только Сын Божий, но Он Бог. Аллилуйя. Потому что Его имя Отец Вечности. Представьте, пока Он по плоти не родился, но Бог сказал, что Его имя Отец Вечности. Почему? Потому что Он дает вечную жизнь нам. Аллилуйя. Слава Богу. И посмотрите. Иов говорит. 19.25. А я знаю, Искупитель мой жив. Представьте. Иов говорит об Иисусе Христе. И я знаю, Искупитель Иисус Христос мой жив. Потому что Он Отец Вечности. Потому что Он Вечно искупил людей. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вот и Рождество. Иногда говорим, Рождество Христовое. Вот и Он, и наш Рождество Христовое. Аллилуйя. Аллилуйя. Иеремия 31.3. И Слово Божие говорит. Любовью Вечно Я возлюбил Тебя. Представьте. Это Он говорит. Любовью Вечно. И раз Он Отец Вечности, Он будет вечно любить Тебе и мне. Не имеет значения наше состояние. Он не меняется. Он как любит нас. Конечно, Слово Божие говорит. Кому люблю, тому и наказываю. Это тоже любовь. Не забудьте об этом. Драгоценные. Очень часто люди говорят. Бог есть любовь и точка. Несколько точек. Нет. Если Он Отец, Он может нас наказать. Он может исправить наши пути. Он может обличать нас. Потому что Он любит. Всякий любящий Отец воспитывает. Потому что любит. Аминь. Аллилуйя. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аллилуйя, Иисус. Так интересно. Вроде бы, знаете, вот так вот. Маленькое пророчество. Но столько много открывает Господь через эту. Господь, я говорю, ведь это Ты в нас. Отец Вечности, Князь Мира, Бог Крепкий, Бог Мудрый, Чудный. Это в нас. Все в вас это. Это в вас. Не только, знаете, с пророчества будем читать и все закрывать. Нет. Это богатство в Тебе. Аминь. Хорошо. И каждый раз Он открывается в нашей жизни. По-разному открывается. По-разному. У Него очень много грани. По-разному открывается. Где-то помилует нас. Где-то наказывает нас, чтобы, знаете, Его так воспитывать. Где-то ты почувствуешь Его любовь. Где-то ты видишь Его поддержку, милость. Утешение. По-разному Он проявляется в нашей жизни. Потому что вот Он такой многогранный Бог. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Итак. Отец Вечности, да? Мы уже видели, что это обозначает. Князь мира. Князь мира. Не греховный князь. А князь мира. Он говорит, мир мой отдаю вам. Не так, как мир дает вам. Нет. Его мир это сверхъестественный. Мы сказали, да, тот раз, что Господь через мир тоже разговаривает с нами. Очень часто Он мир дает. И ты говоришь, понял, да. Все, 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 все. Я понимаю тебя. Через мир Он говорит с тобой. Очень часто мы ждем, что знаешь, по голосу или как-то по слову или по откровению. Но Он мир дает. Посещает с миром. Потому что Он князь мира. И это в тебе. Аллилуйя. Слава Богу. Он приносит мир. Давайте мы читаем Луки 2.14. Ибо младень... Да. Слава Вишнях Богу и на земле мир. В человеках благоволение. И на земле мир. Земля мир, он не ведет ввиду тех людей, которые принимают Божий мир. Тех людей, которые принимают Иисуса Христа, обязательно Он благоставляет человеку иметь мир. Очень часто люди свидетельствуют и говорят, после покаяния, говорят, когда мы поехали домой, так свободно, мирно. Посмотрите, люди, они-то не знают пока Писание. Они не знают, что Бог дает мир. Князь мира. Они же это же не знают. И очень часто Он это и свидетельствует. Я пошла домой такой мирно. Такой, знаешь, как будто ничего не было. Он дает мир. Потому что Его имя – князь мира. Аллилуйя. Иоанна 20.11. 20.21. Не 21. А 20.21. Несколько мест в 20-м голове, когда Он пришел после воскресения, Он говорит, мир вам. Мир вам. Посмотрите. Он не говорил пока ничего, как мир вам. Знаете, вот так, как друг друга говорили, здравствуйте. Мир мой даю. Не просто Он говорит мир. Он дает это мир, чтобы люди успокоились в этот момент. Потому что вы видели, какое состояние было у апостолов в этот день. Они это самое, от страха собирались в одном месте, но Иисус приходит и говорит, мир вам. То есть Он успокоил это обстоятельство. Когда Он приходит, дает тебе мир, успокоится. Духовный мир уже успокоится. Уже ты, как по-прежнему напряженности, не чувствуешь. Ты говоришь, ой, Бог посетил меня. Мир дал мне. Амин. Аллилуйя. Ефесянам 2.14. Слово Божие говорит. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, разрушивший стоящую посреди преграду. Посмотрите, когда-то мы были, знаете, врагами. Наши грехи, это было стеною между Богом и между человеком. Но когда Он пришел, дал мир Богом и человеком. Примирил тебе и мне с Богом. Амин. Чтобы ты знал, что когда у тебя сердце мир, когда Бог посещает миром, знай, что это сверхъестественно. Это не просто, что, ой, как хорошо, что мне... Это Бог посетил тебе. Знай. Благодари Бога. Скажи, ты посетил меня. Ты пришел к твоим миром. Ты благоставил. Ты удалил всякую напряженность. Ты утихнил ветра всякое, всякое природное явление, потому что Владыка пришел и дал тебе сверхъестественную мир. Амин. Аллилуйя. Мир это по-еврейски, кто знает, как? Сережа, как мир? Шалом. Очень часто мы друг другу, да, мне подходит шалом. Шалом – это Божий мир. Пусть этот шалом сегодня будет в ваших сердцах, в ваших домах, в ваших мечтах. Пусть это будет в дальнейшей вашей жизни. Пусть это будут те молитвы, которые вы молитесь перед Богом. Пусть постоянно будет шалом, потому что Он есть, Он дающий мир. Амин. Аллилуйя. Слава нашему Господу Иисусу Христу. И давайте сейчас читаем Луки 2 глава с 8 стиха. Знаете, что мы будем принимать от Бога, это и будет действовать в нашей жизни. Очень много, знаете, мы сами, знаете, иногда мы не знаем, что принимаем и что принимать. Знаете, прими решение, что вот Новый год, да, приходит, принимать от Бога очень много хорошее, благоставленное, чтобы, знаете, что ты сама наслаждалась твоей духовной и душевной и физической жизнью. Амин. Аллилуйя. Дай Бог, чтобы, знаете, вот так, мы в этом году умножались, мы в этом году видели очень много покаяния, это моя мечта, крещение, крещение огнем и Духом Святым, водное крещение. Дай Бог, чтобы, знаете, было умножение, группа прославления, умножение домашних пастырей, дай Господь Бог, и мы, как церковь, мы должны видеть это, мы должны это видеть в нашем духе, мы должны постоянно видеть, не роптать, потому что ропот разрушает любую веру, а видение правильное, то, что есть в нашем вере, оно созидает. Амин. Аллилуйя. Слава Богу. Второй, в той же стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Посмотрите, ангел Господень говорит, я возвещаю вам великую радость, Бог дарует еще радость нам. Когда внутри тебя появляется, знаете, такой внезапно доверие к Богу и радость, знай, это сверхъестественно, это дает Бог, то, что говорит вам, нам дает великую радость. Дай Бог, чтобы в этом году очень много имели мы радости в наших семьях, наших сердцах, наших домах, наших молитвах, чтобы Господь порадовал нас, что мы видели очень многое, мы видели очень много ответов нашей молитвы, то, что по Божьей воле добудет это нам во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Да. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежавшего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава в вишнях Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Посмотрите, столько много благословения и истины есть в нашей жизни, что на самом деле Христос родился и Рождество Христовое каждого из нас. И чтобы мы знали, что младенец родился, Сын дан нам, это живет сегодня наше сердце, и целый год это будет жить и в вечности в наших сердцах. Давайте вас дадим Богу великую славу и будем заканчивать сегодня служение. Слава Богу! Аллилуйя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова